Большое вам спасибо за то, что вы мне оказали внимание, а зрителям я хочу пожелать всего доброго, надеяться на лучшее, и главное, не унывать, должно быть хорошо, и оно будет. Спасибо. Здорово. Ну как? Здорово. Да? Андрей? Это здорово. Это очень здорово. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Вам большое спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо, милая. Чуть-чуть, может, поостыло? Чай. Спасибо. Вы правильно сделали, что в кадр входило. Ну все нормально, да. О, чай хорошее. Пусть поостыл, я люблю крепкий чай. Ну что, спасибо вам. Все-таки да, мне было самой интересно. Это, конечно, все несерьезно по имени. Впервые, когда так много совпадает, по-моему. Ребята, даю комментарий вот того, что произошло. Угу. Я был предельно искренен. Да. Вот то, что про дорогу, это действительно так. Я был предельно искренен. Я нигде не соврал. Я, я, я потому что, сейчас уже, так сказать, опыт и все. Нигде я не кокетничал. Вот это имейте в виду. И это, я думаю, отразила пленка. Да. Извините. Извините. Я же не хвалю сейчас себя. Я просто проконстатировал свое внутреннее ощущение того, что мы говорили и как мы говорили. В основном как. Понимаете? Я, с точки зрения артиста и человека. Я ничего не сыграл сейчас перед вами. Я достаточно строго был. Вот. Я не стремился быть обояшкой. Не надо, глупо. Хотя я знаю, что у меня есть еще крохи обаяния остались. Да безусловно. Так что, ребят, главное быть естественным. Я был естественным сейчас, а это важно. Все. Оль, большое спасибо. Очень приятно. Нормально. Я сам доволен. Нормально, ребят. Вы про политику начнете. Про политику я думаю, вас уже закончили. Да. Я бы хотела побольше, конечно, на барышню Кристиана. Я бы... Да, ничего. Ладно. Хорошо сказали. Нормально. Кстати, как вам сам понравился фильм «Будем жить», в котором вы небольшой лак сыграли? А я с Светланой Домой. Не видели? Я не видел эту картину. Антоша, на эхо киношока Тома приезжала с Томашпольским. Да-да. Замечательный фильм. Мы тоже с ними поговорили. А мой эпизод нормальный? Прекрасно. Вообще прекрасно. Прекрасно. Я не видел, ребят, эту картину «Будем жить». Это киевская студия. Да. Вот. Киевская студия. И я не видел эту картину. А её почти никто не видел, к сожалению. Но её, кстати, продали на российской телевидении. Я её увижу. Ну, я не знаю, она пойдёт осенью, мне сказал режиссёр. Я её увижу рано или поздно. Ну, не важно, что я её не видел. Там у нас эта тема такая своеобразная, как раз вот близко к той теме, когда вот Оксана делает передачу «Почему я вас здесь спросил?» У нас сплошная судьба, сплошная мистика. Ой, ну там такие подтексты идут вообще, когда вроде бы люди смеются, а смеяться-то не надо. Ладно. Вот. Друзья мои, всё-таки просьба. Вы молодцы. Вы подготовились. Вы подготовились. Я чувствую, интервью получилось несколько необычным. Смею так заметить. И это заслуга ваша. В связи с этим, я очень просил бы, вот, плёночку. Обязательно. Мне доставить. Ребята, когда вы сделаете эту картину, перебивая мои отрывками из картины, это замечательно. Вот, то есть вся передача. Андрей, уже будет готово? Я думаю, да. Андрей, по-моему, я в конце месяца в Москве. Я в Москве, потому что я, ну ладно, это не важно, я в Москве. В случае чего, так сказать, дома, если... Мне очень была любопытна вторая часть. Необычная. Правильно, вы отказались. Хорошо, хорошо. Ой, нет, замечательно. Самое интересное. Вы меня заряжаете. То, что вот такую программу, вот, которая... Обижаю вас. Заряжаете, наоборот, потому что не все воспринимают это. А я понял. А вы поняли. Замечательно, замечательно. Поэтому, ребята, Андрюш, ну, будете, пожалуйста, позвоните, мол, Леонидович, я там где-то в центр подъехал. Обязательно. Да, подъехал на своем драндулете и получил. Только не забудьте про меня. Нет, обязательно. Мы всем привозим. Дело в том, что мы вообще всем привозим. Нет, понимаете, я уже, я уже столкнулся с этим. Из Молдавии приезжали год назад вот так. Вот вы можете спросить Валерия Сергеевича Золотухина и так далее. Нет, я о другом. Я о другом. Я поставлю, что мы всегда выполняем... Андрюш, я уже о другом. Вот краткость. Краткость сестра Таланта. Я о другом. О том, что... Вот, скажем, молдаване приехали. Они идти слажены. А мне еще кто-то позвонил. То ли Ермольник, то ли еще кто-то. Леонид, вот тут молдаване. Они приехали за десять дней, всех опросили и уехали. Вот. Я представляю какая. Молодцы, молодцы с одной стороны. По деловому. Понятно, да? Вот. Леонид, ну согласись. Я согласился. Дал интервью. Приехали они в Дом кино. На второй московский кинемографист. На Терской? А? На Терской? Нет. Ну да. В Васильевской. Правильно, правильно. Ну там днем никого нет. Все в порядке. И друг, они подарок сделали. Они подарок сделали. Вот я не к тому, что сейчас... Нет, мы планируем сейчас со спонсором сгажать, чтобы обязательно были... Неважно. Это не опасно. Да. Они вина привезли. Молодаска. Да. Да. Бутылки три они. Нет. Ну, по-на-моему. Ну, по-на-моему. Ну, ладно. Дело не в этом. Фиг с ними. А я говорю, они мне сами сказали. Я даже и не заикался. Обязательно. Вам пленочку. Фигушки. Вот я к этому клонил. Ну ладно, ребята. Спасибо. Все. Я не смею быть больше назойливым. Для того, чтобы назойливать. Нет, неправда. Мы-то рады с вами и до вечера остаться. Да, спасибо. У вас сегодня еще выступление помимо Дома кино, да? Нет. Вот сейчас в Дома кино и все. Ну, сейчас еще пару слов надо сказать. Это не выступление. Сейчас какой фильм будет? Демидова. Вот сейчас именно фильм. Я же еще про Демидова. Я ведь еще одну вещь не сказал про Жарова. Да, да, да. Знаете какую? Что? Я же сыграл в Медведе. В Медведе, да. Я же в Медведе сыграл его роль. Конечно. Значит, он как угадал-то? Что-то у вас связывает какая-то ниточка. Карма какая-то. Что-то у вас связывает. Нет, точно она есть. Точно она есть. Точно. Это я не буду словами объяснять. Я чувствую. Что я вам объяснять тут? О чем вы говорите? Это интуитивно. Что вот тогда, как Жаров сказал мне, говорит, Леня, я был счастлив. Я был на седьмом нём. Я еще Медведя сыграл на Лену телефильме. Но это было лет пять назад. Я еще хотела про нашу киностудию вас с вами поговорить. Ничего, ладно. Но время мало просто. Нет. Я думаю, ребят, передача на полчаса, что ли, она у вас уже получилась. Получилась. Получилась-получилась. Вместе с отрывками. Я еще комментарии там расскажу. Конечно. Вступление. Получилось. Нет. Достаточно. И то, что я, может, Медведя не упомянул, тоже не важно. Но люди помнят все равно. Ну, прям помнят. Помнят. Ну, как? Скажи, Александр, я их помню, да? Я их тоже мало как отношусь к молодому поколению. Надо туда сейчас дверь открыть, чтобы они знали, что мы закончили. О том, как они думают. Спасибо. 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 Продолжение следует...